Вести Карачаева, Черкесия С рабочей поездкой Карачаева Черкесию посетил директор Федеральной службы судебных приставов, главный судебный пристав Российской Федерации, генерал-полковник внутренней службы Дмитрий Арестов. В формате двусторонней встречи Арестов с главой региона Рашидом Тимрезовым рассмотрели вопросы реализации полномочий ведомства на территории Карачаевой Черкесии и взаимодействия с органами государственной власти. По итогам встречи был достигнут ряд договоренностей, которые помогут повысить уровень доступности, качество работы и степень общественного доверия. «Благодарю Дмитрия Васильевича за поддержку и тесное взаимодействие. Уверен, наше сотрудничество в дальнейшем будет плодотворным, активным и на благо как Карачаевой Черкесии, так и всей России», написал в своем телеграм-канале глава Республики Рашид Тимрезов. В Черкесии состоялось торжественное открытие нового административного здания управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаевой Черкесской Республике. В церемонии приняли участие глава Республики Рашид Тимрезов, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Арестов, главный судебный пристав Республики Рамазан Урусов и личный состав управления. Почетные гости в торжественной обстановке перерезали символическую красную ленту, после чего Рашид Тимрезов и Дмитрий Арестов осмотрели здание. Во время осмотра глава Карачаева Черкесии Рашид Тимрезов и директор ФССП России Дмитрий Арестов оставили памятную запись в книге почетных гостей. Почетные гости поздравили личный состав с открытием нового здания. Мы с вами присутствуем на знаменательном событии – открытии административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике. Этот день, несомненно, войдет в историю управления службы в целом. Было приложено немало усилий для того, чтобы осуществить этот переезд. Я очень рад, что теперь вы, наши сотрудники, будете выполнять свои служебные обязанности в достойных условиях. Я также хочу искренне вас поздравить с новосельем. На самом деле, очень большое, просторное, красивое здание. Дмитрий Васильевич, хочу поблагодарить вас за то, что вы всегда держали на контроле строительство, выделение средств, качество строительства. Уверен, что все это пойдет во благо дальнейшему служению наших сотрудников, нашему отечеству, Карачаево-Черкесской Республике. Ведь от вашей службы очень многое зависит и для нашей с вами родной республики. Представители негосударственных организаций в сфере культуры Карачаево-Черкесии смогут пройти обучение основам социокультурного проектирования и основам управления в некоммерческом секторе в культуре в рамках творческой лаборатории Школы культурного форума регионов России. В прошлом году мастера приезжали к нам и дали огромный толчок в развитии. За прошедшие полгода республика получила более 10 миллионов рублей. По результатам работы в Карачаево-Черкесии планируют создать площадку для комплексного развития потенциала негосударственных организаций. Комментирует информацию директор образовательного центра «Гражданское общество» и «Социальные коммуникации» Ольга Оставьева. Прежде всего их ожидает знакомство с региональными и локальными практиками. То есть то, что есть уже, создано, то, что работает, то, что позволит им самим организовать или структурировать какие-то уже существующие, так сказать, у них наработки. Более того, подумать о своих собственных брендах, научиться проектированию, подавать проекты. Причем сегодня существует множество разных фондов, и это же замечательно, но для того, чтобы получить поддержку, нужно правильно ее оформить. Нужно, во-первых, понимать и согласовать свои задачи, локальные задачи с задачами федеральной государственной культурной политики. Ну и, конечно, свои собственные локальные территориальные задачи. 20 августа в рамках празднования столетия региона состоится торжественное открытие главного стадиона Республики Нарт после масштабной реконструкции. Ключевым событием торжественной церемонии открытия объекта станет товарищеский матч между ветеранами Московского футбольного клуба «Спартак» и сборной Карачаевы Черкесии, ветеранской футбольной команды «Черкесска-Нарт». Старт торжественной церемонии открытия стадиона 18.00. Вход свободный. Наряду с товарищеским матчем на стадионе в день открытия состоится парад спортсменов детско-юношеских школ Республики. Среди тысячи детей-участников парада будут представлены юные футболисты, баскетболисты, волейболисты, гимнасты, представители других видов спорта. Министерство внутренних дел Республики предупреждает, что 20 августа въезд на территорию парка культуры и отдыха «Зеленый остров» будет закрыт с раннего утра и до позднего вечера. В МВД посоветовали жителям и гостям Республики заранее продумать свой маршрут. Карачаево-Черкесская Республика вошла в топ-5 регионов Северокавказского федерального округа по доступности отдыха по программе туристического кэшбэка осенью этого года. Рейтинг составил портал бронирования санатории России.РФ. В топ-5 вошли также Северная Осетия, Алания, Ингушетия, Кабардино-Балкария и Чечня. Программа осеннего туристического кэшбэка стартует 25 августа. Продажи туров продлятся до 10 сентября с заездами с 1 октября по 25 декабря этого года. В Железноводске прошел 50-й юбилейный инфорум Союза журналистов России. Это уже традиционный обучающий интенсив федерального уровня, в рамках которого руководители и редакторы крупнейших российских СМИ и медиаплатформ проводят мастер-классы и дают профессиональные советы своим региональным коллегам. Участники встречи в Железноводске сошлись на том, что инфорум направлен не только на поиск новых решений, но и на то, чтобы разобраться, что происходит сегодня с новостным контентом. Эту тему озвучил в своем выступлении председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев. Против нашей страны сейчас работает огромная пропагандистская машина. На нашей аудитории обрушивается невероятное количество фейков специальной военной пропаганды. И в этой ситуации мы подумали о том, что стоило бы соединить компетентность журналистов, экспертов и представителей власти, чтобы вот в таком формате обсудить все, что происходит и из этого понять, каким образом общаться с нашей аудиторией. В рамках акции «Все для победы» 84-летний пенсионер из Черкесска Генрих Каменев перечислил две трети своей пенсии воинским подразделениям и жителям Луганской и Донецкой народных республик. Всего в рамках акции жители и трудовые коллективы организации республики уже перечислили более 6 миллионов рублей. В рамках благотворительной акции «Народного фронта. Все для победы» продолжается сбор средств, для оказания поддержки жителям Донбасса, а также бойцам Донецкой и Луганской народных республик, ведущим борьбу за их освобождение. По словам координатора по работе со СМИ Народного фронта в республике Зураба Бимурзова, в основном гуманитарный груз состоит из товаров и предметов, указанных на сайте в числе запрашиваемых. Отрадно, что наши земляки так активно отозвались на эти сборы, на сборы Народного фронта. Уже несколько месяцев трудовые коллективы, организации, простые люди подходят к нам, спрашивают, как помочь жителям и бойцам Донбасса. Мы отзываемся на все эти предложения, как большие предложения трудовых коллективов, так и простых граждан. Мы благодарны всем, кто принимает в этом участие. У тех, кто отметил 80-летний юбилей, удваивается фиксированная выплата к пенсии. Повышение было предусмотрено федеральным законом о страховых пенсиях, комментирует информацию руководитель пресс-службы отделения Пенсионного фонда Республики Анна Шаганова. Напомним, для лиц, являющихся получателем страховой пенсии по старости, достигшим возраста 80 лет, федеральным законом о страховых пенсиях предусмотрено повышение, размер которого составляет 100% размера фиксированной выплаты. С 1 января 2022 года размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости составляет 6564,31 рубля. Есть исключение. Инвалидам первой группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и позже уже не пересчитывается. Важный момент. При достижении возраста 80 лет обращаться за указанным перерасчетом не нужно. Кроме того, неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 80-летним гражданином, предусмотрена ежемесячная компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Вступили в силу поправки, которые ужесточили наказание за повторное вождение после лишения прав. Введены высокие штрафы, уголовные наказания и конфискация машин. Подробности сообщила государственный инспектор ГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии Лилия Гогушева. Так, статья 12 прим. 7 КОАП РФ. Управление транспортным средством водителям, не имеющим право управления транспортным средством, дополнено частью 4, согласно которой повторное совершение административного правонарушения, выразившееся в управлении транспортным средством водителям, лишенным права управления им, если такое деяние не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок от 150 до 200 часов. Кроме того, федеральным законом от 14 июля 2022 года номер 258 ФЗ в Уголовный кодекс РФ введена новая статья, статья 264 прим. 3, в которой устанавливается ответственность за управление автомобилем либо другим механическим транспортным средством лицом, ранее лишенным права управления транспортными средствами и подвергнутым административному наказанию за повторное управление транспортным средством по части 4 статьи 12 прим. 7 КОАП РФ. То есть наказание будет применяться для тех водителей, которые уже два раза привлекались к ответственности в части лишения права управления транспортными средствами. С 25 по 27 августа в столице Кабардино-Балкарии Нальчики впервые пройдет масштабный музыкальный фестиваль «Кавказ-Мьюзик-фест», в котором примут участие популярные артисты российской эстрады и регионов Северного Кавказа. Карачаево-Черкесию представят государственный ансамбль танца Карачаево-Черкесии «Эльбрус» и заслуженный артист Карачаево-Черкесии Ринат Джанибеков. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 27-32 градуса. В горах плюс 18-23. В Черкесске без осадков ветер восточный 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 31 градуса. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго! Индустриальный технологический колледж продолжает набор выпускников 9-11 классов. Бесплатное обучение, поступление без дачи ОГЭ и ЕГЭ, стипендия, общежития, отсрочка от армии, с получением профессии, техники грузовых и легковых автомобилей, автогридерист, экскаваторщик, электромонтажник, сварочное производство, моделирование швейных изделий, парикмахер, мастер по обработке цифровой информации. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 21-17-25. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты! Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова